Неделю назад начался отопительный сезон, но тепло появилось не во всех квартирах. Почему так и что делать, если соседи с верхних этажей уехали, а воздух не спустили, узнавала Наталья Ткачук. Телефон просто не замолкает. Вообще не замолкает телефон. Ну, наверное, больше тысячи звонков. Звонки в аварийной теплосети не смолкают ни на секунду. В день тут принимают по тысяче звонков. Кто-то спрашивает, почему батареи до сих пор холодные, а кто-то наоборот, требует прикрутить температуру. В квартире нечем дышать. Диспетчеры обязаны отвечать на каждую заявку. Все звонки в диспетчерской автоматически записываются. В системе сейчас много гуляет воздуха. И пока эта вся система регулируется и прогреется. И кроме того, мы же поддаем отопление согласно температурному графику. И при той температуре, которая сейчас, то она не позволяет, чтобы мы давали большое тепло. И люди хотят, чтобы батарея должна быть огненной. Сейчас все бригады теплосетей переведены на усиленный режим работы. Аварийная готова выехать даже ночью. Технический персонал, который занимается наладкой теплоносителя, мы его перевели на 12-часовой режим, потому что после пяти люди приходят домой, и нам нужен доступ в квартиры для проведения обследования. Тепло дали 16 октября. По регламенту на наладочные работы дается две недели. И если по магистралям тепло обычно идет без проблем, в многоэтажках все время возникают сложности. Одна из самых частых проблем – жильцы верхних этажей надолго уезжают и закрывают квартиру. А весь дом рискует остаться без тепла надолго, пока не найдут возможность войти в квартиру. А сделать это не так легко. Подключая джек, порой приходится проводить целое коммунальное расследование. С участием родственников, соседей, соцсетей и даже милиции. Поиски могут занимать от 10 минут до нескольких дней. У нас, скажем так, длительные поиски – это посредством соцсетей. То есть мы пишем, ищем по фамилии, ищем все, кто прописан в данной квартире, делаем выборку, скажем так, по социальным сетям. Сотрудников милиции подключаете? Обязательно, конечно. То есть если это затягивается более чем на день, мы уже привлекаем. Ну а если ситуация критическая и трубы уже текут, квартиру могут вскрыть. Конечно, в присутствии милиции и специальной комиссии. С одной оговоркой – если квартира муниципальная, если приватизированная, зайти в нее не смогут. Будут продолжать искать хозяев. И дом на время останется без тепла. В этом году экстренных ситуаций пока не было. Незначительные задержки по подаче тепла устраняют быстро. На пуск наладочной работы в многоэтажках остается еще неделя. Наталья Ткачук и Михаил Белый, ТСВ КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ